Здравствуйте, с вами мой влог Ничего Святого, я с Сергеем Паярковым, тот художник, который хочет поздравить вас всех, дорогие мои зрители, с Новым Годом, и я хочу прежде всего пожелать нам всем, чтобы в наступающем 2021 году это зеленомордое убожище, этот полушестой недопрезидент, этот гребаный тупорылый хренастук, наконец оставил президентское кресло, где по недоразумению он до сих пор находится, и освободил его для следующего президента, который придет после него. Я хочу, чтобы в этом наступающем году у нас наступил и новый президент, а главное, чтобы у наших соотечественников, которые голосуют за мусор, появился в голове мозг, чтобы они больше никогда не отдавали свои голоса за это убогое ничтожество и ему подобных. И есть один очень оптимистический момент, друзья, буквально на днях случилось очень хорошее событие, которое будет иметь продолжение в следующем году. И так Вову публично, на официальном уровне, не на уровне моего влога, не на уровне стрима Маруси Зверобой и Софии Федыны, на официальном уровне Конституционный суд послал нахрен. И Вова пошел. Прекрасно то, что он уже пошел. Он молча стерпел. Понимаете, Конституционный суд не мог сказать, что Вова, ты винторогая ублюдочная чмо. Ты дебил, который по недоразумению оказался на официальной должности. Нет. Конституционный суд сказал, что решение Зеленского является, я цитирую, никчемным. А это на официальном языке все равно, что послать нахрен. И это прекрасно, что Зеленский пошел, ребята, и это начало большого пути. Они пролетели на местных выборах и уже первый официальный государственный орган, гаранта Конституции послал нахрен Конституционный суд. И Вова мерным, клоунским шагом потопал в эту сторону. Но это значит, что обвал посыланий нахрен этого ублюдочного убожества в этом году превратится в целый парад. И я уверен, что мы с вами поучаствуем в параде посылания ублюдка туда, где ему место. По недоразумению, ребята, оно оказалось с одной стороны. А с другой стороны, я хотел бы не просто, чтобы у нас появился в этом году следующий президент. Чтобы этот уродец, криворогульный, тупорылый дрыщ, ни в коем случае не принимал парад по поводу 30-й годовщины украинской независимости. Я хотел бы, чтобы поумнели наши избиратели. Я хотел бы, чтобы до них, наконец, дошло, что ни бог, ни царь, ни герой, ни Порошенко, ни Тимошенко, ни Зеленский и никто на свете, кроме нас, не сделает нам ничего хорошего. И я хочу, чтобы в этом году мозг, мозг вырос у тех, у кого его нет. Ребята, это даже важнее, чем сиськи для телочки. Для любого человека мозг важнее, чем другой орган, где бы он ни болтался. Ребята, мозг это то, чего категорически не хватает травмированным совком украинским избирателям. И наша с вами задача делать все для того, чтобы мозги начинали работать у окружающих нас, друзей, знакомых. Когда кто-то говорит, что мы сотрясаем с вами воздух в соцсетях, в интернете, и это ни к чему не приводит, вранье, вранье. Но это меняет состояние общества от недоразвитого до образованного. И поэтому это огромная работа. И когда кто-то хочет обломать нас и сказать, что все вот эти наши речи, влоги, разговоры и расшаривания ничего не решают, решают. Потому что только благодаря вам, дорогие друзья, и нашей общей активности, я, винторогий, козломордый чмошник, наконец-то смогу оставить свой пост. Я не уйду сам. Я нуждаюсь в хорошем, смачном всеукраинском подсрачнике. И я очень надеюсь, что в этом году меня, наконец, выбросят нахрен, как кусок дерьма из президентского кресла, в котором я не устаю позорить Украину и украинцев. Друзья, я уверен, что в этом году у нас все получится. Мы просто обязаны навести в стране порядок. Мы это будем делать спокойно, взглядно чинного украинского законодавства. Прекрасно то, что уже в этом. Еще раз хочу повторить. Зеленского официально, как гаранта Конституции, послал нахрен Украинский Конституционный Суд. И при всем моем двояком и даже негативном отношении к некоторым представителям Конституционного Суда, я надеюсь, вы разделите мое мнение, что мы присоединяемся к посланию нахрен Вувы Зеленского. И в следующем году он посланный нахрен будет так, что до гробовой доски не забудет, как за нами не заржавело.